всем привет этот звук конечно так друзья мои значит важное объявление я вас всех приглашаю посмотрите кто у нас сегодня в гостях знаете там я на инстраграме показывал да в инстраграме просто я больше так показываю день за днем знаете просто видео пока смонтируешь поэтому кто видел да то знает там один был живой а другой но мне кажется что он уже не живой и мне реально не хочется его варить живьем боже мой видите какой вот закрыто все он же может просто откусить вот так вот палец берешь и все и нету пальца сейчас вам расскажу про вот это вот винишко посмотрите такой винишко гран-резерва 2011 год повезло мне очень сейчас расскажу на хорошую хотела рассказать но тут уже начались за за закопки своих дел сделал свои дела и дело свои дела да за визитом у них скажи всем привет вечная охота вечная охота у нас боги боги шума делаем ну что мы делаем а что ты делаешь или на глазе вы ухи уже навострился и готов уже готов готов атаковать а свинишком такое дело получилось значит сейчас же это до black friday черная пятница идет всю неделю на кстати себе присмотрел бритву потому что я думаю что уже пора начинать бриться правда то вы меня уже там в комментариях то уже давно шеймите шейм это же шейминг да буллинг моббинг шейминг это все вы делаете мои любимые но на самом деле я уже думаю что мне очень нравится конечно с бородой знаете такой с легкой небритостью я так схожу наверное лет 10 если не больше вот но в последнее время стало больше седых волос потому что я не молодею я как это прекрасное вино установлю столько лучше правда но мне уже самому как-то не очень нравится в последнее время поэтому я думаю что наверно же надо начинать выбриваться вот хорошая скидка там почти 45 процентов было 200 стал 100 потому что надо брать правда набрать а свиничка значит такая история получилась у меня был купончик я даю там карафу знаете как больше ты там затариваешься тем тебе какие-то там плюшки все время дают я говорю что там распечатывается чек обычно я закупаюсь и там еще пятьдесят восемь чеков после него идет чуть там тебе еще положено какие-то там скидки что-то бесплатно дадут куда шоколадку там вот ну и обычно там где-то раз в месяц смотря сколько закупаешься в месяц себе такую подбивают как бы скидку и мне был такой купончик на 6 евро практически там 514 вот если закупаешься на 50 евро то можешь использовать этот купон в ограниченное какое-то время да вот и я сейчас зашел магазин как раз сейчас черная пятница думаю что-то куплю такое там конечно много скидок и мне вот это вот винишко понравилось потому что он стоил 25 евро ну там грант грант на скидки по black friday значит 19 там 18 копеечками почти 19 ну думаю ладно как раз у меня есть купончик на 6 евро думаю такое хорошее вино наверно должно быть пробовать то можно сказать что ударом достается за 10 евро вот но все это уже пробил и вот это не просто увидел вот этих вот лангустом думаю блин ну когда еще раз не сейчас надо жить прямо здесь и сейчас правда когда еще лангустиков поем я надеюсь что я поем еще лангустиков много мы покупаем вот я кстати не думал что он зависит один килограмм но он зависел один килограмм килограмм вот этого вот лангуста стоит 18 евро то есть один он такой 18 евро стоит окей и смотрите что просрался и бегает уже так и и на кассу все там 57 евро вышел полностью чек еще еды коту купил и пробиваю этот купончик у не пробивается но у меня же там уже все свои я и говорю типа посмотреть что тут не побывается на 5 раз его пробивал не пробивается по испански пошла там что-то накалякала что-то там 58 этих опять чеков выбрала сама как-то там пробила короче прошла скидка и что вы думаете якобы не на кассе самообслуживания оплатил а у нее есть тоже касса и там надо было платить она там как смог смог сливала короче и мне выглядит тоже еще купончик ими вылез купон на 960 8 почти 10 евро ищиху представлять поэтому вино досталось просто бесплатно гран-эзерва 2011 года я думаю это вообще классно что давайте там один был живой но этот уже наверно почил я надеюсь не это издевательство над животными ну как ты там все нормально с тобой вроде не дергается пошел пошел не дергается ладно он начинает сразу же красить посмотрите я даже не знаю сколько его надо варить вам давайте отключусь хотя бы в гугле смотрю сколько надо варить слушайте ну нормально его так надо было варить 15 минут вроде написано но я постарался если честно пахло не очень как-то варился так то выглядит красиво надо еще найти чем это все разбивать тут в этой же водички довариваю кальмарчики я купил кальмарчики вот я все стараюсь варить в одно время пока открыты окна кто с меня смотрит вы знаете что у меня творится здесь в испании зимой плесень какая поэтому нет и вот такие вот равиоли сразу же сварю и просто знаете сохраню потому что ну каждый раз этого творить вот этот пар там вечером же не открыть окно уже все значит тут у нас что у нас тыква с трюш трюфеля и в виде у нас вот такая вот черная значит пасточка да с лососиком холодильники пускай полежат просто в холодильнике потому что реально ну варить здесь каждый день это импасабл импасабл всем привет так друзья мои большое спасибо всем кто просмотрел готовочку прежде чем мы будем дегустировать я хочу очень продегустировать это вино мне по мне все растекается привет подписчики ставим лайк подписчики ставим такой большой краби лайк ну что давайте давайте я немножечко уже виничка постояла знаете чтобы немножко знаете венцо должно продышаться он уже все-таки с 2011 года было заперто так приятно с вами этот звук конечно много много наливать не буду так на курсы по вину я ходил между прочим да то есть первое что надо сделать это вот так вот понюхать очень ароматная конечно ну прям очень ароматная потом и так вот надо помешать да не училась как пить вино я ходил в риге значит это не реклама но был вайнс на элизабетес но тогда они еще по моему не были на элизабетес в другом месте вот и нас там учили такая ирина такое сомелье была такая классная 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 ирина по моему надеюсь что не ошибаюсь вроде не ошибаюсь вот помешали надо посмотреть как она по бокальчику по бокальчику как стекает быстро либо так вот вязка между прочим предыдущие но прямо так на эти каплями такими стекало а это что-то нет ты посмотри то было 2017 года было хорошее а это как-то вот не стекает потом еще раз вдыхаете да вот сейчас очень сильно выходит алкоголь из него да алкоголь выходит а вот сейчас потекло вижу вот сейчас потекло хорошо и дегустация вина вообще не очень прекрасная вещь мне кажется мне вообще так не понравилось потому что как-то выглядит вообще не не очень если честно вот сейчас она будет вот вы не увидите конечно вот он прямо такими знаете через сантиметр вот так вот значит смотрите что надо делать надо взять чуть-чуть отпить подержать во рту и потом как бы прополоскать рот вину вот прямо между зубов знаете так знаете вот этот вот этот аромат все время надо вот вдыхать потом ты сглатываешь да а сами лешни вообще выплевывают они же не пьют они именно вот этот аромат вот надо почувствовать ну мы не настолько прошаренные с вами да давайте попробуем так чуть-чуть ну что мои дорогие какое мы делаем заключение я с первого раза не прочувствовал мне надо еще один глоток вы знаете кислая кислая ну что-то не то ну потому что на халяву досталось вот если я купил его за 25 евро я бы был бы разочарован хотя это гран-резерва написано гран-резерва не просто резерва а гран-резерва 13,5 процентов алкоголя но алкоголь чувствуется так вот предыдущее вино покупала и слушайте оно такое вкусное было такое вкусное вообще просто нереально ну что вот я как сяду записывать видео у меня все время что-то мои ресницы падают в глаза почему-то я не могу понять мне всегда завидовали все моим ресницам у меня ресницы знаете там никаких этих экстеншенов не надо делать вот такие вот всегда были с детства так ну вот знаете вот ну кислое ну такие ну мне все-таки кажется что два глотка и все боже мой запутался язык запутался уже я до этого не пил честное слово просто хорошее настроение красное вино мне все-таки кажется должно быть такое значит сладковатое ну вообще в Испании вкусное вино поэтому я вам всем советую сюда приезжать чтобы попить винчика закроем чтобы не выдыхалось так друзья мои ну давайте хотя бы чуть-чуть как-нибудь так вы лайк там поставили я уже там алё здрасте ты чё пришел сюда пришел сюда папочка пришел пришел уже пустая прикиньте сейчас купил себе лобсера за 20 мухляж там ничего нету там нет там была вот такая вот маленькая ну вкусненько да вкусненько ничего не скажу вам друзья мои порадуйтесь за вашего мигрантишку хоть поест а острый кокос слушайте так аж больно больно ой 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 как много мяса тут посмотрите крабовая палочка только дорогая я варил немножечко соли лавровый листик и перчик просто идеально шикарно мне прям очень нравится ну конечно такой лакшери можно сказать так друзья мои значит важное объявление я вас всех приглашаю за следующий день приходите на мой рождественский календарь мы с вами будем каждый день открывать рождественский календарик смотреть что там и каждый день я вам буду рассказывать какую-то историю из своей жизни в стримах в живых эфирах а также ну иногда может быть просто в шортах буду рассказывать а иногда может быть буду рассказывать просто вот видео буду снимать ну конечно каждый день стрим я не смогу вести ну и вам это надоест конечно же так часто зачем вот поэтому в прошлом году я делал такой рождественский календарик в инстаграме многие кстати тут тоже с инстаграма пришли им очень понравился был хороший отзыв у людей я заранее извиняюсь потому что некоторые истории все-таки будут повторяться да потому что в инстаграме меня смотрел тысячи человек здесь у меня десять тысяч подписчиков ну больше уже больше больше мы уже там практически там идем идем боевыми темпами идем вот поэтому я думаю что будет интересно я постараюсь вам как всегда создать хорошее позитивное настроение как-то я вот все-таки знаете не мубанговский человек не люблю есть на камеру поэтому просто показал что я немножечко так потратился но сейчас надо вот как это надо чем-то бить сейчас надо бить чем-то разбивать давайте лучше венечко еще дряпнем чик вам чин-чинь спасибо вам большое за просмотр всем вам хорошего настроения хорошего вам адвента уже еще месяц и все и год закончился представляете 22 этот сумасшедший год какой сумасшедший год а мы это все обсудим с вами в моем рождественском календаре поэтому приходите кто не подписался еще подписывайтесь конечно же лайк и комментарий как всегда буду вам благодарен буду вам очень благодарен если будете делиться со своими знакомыми друзьями и будете активничать в календаре всем вам хорошего дня хороших выходных всем пока спасибо